4 сентября 2020 года Высокую оценку деятельности членов молодежного парламента дал председатель законодательного собрания ЕНАО Сергей Ямкин и член избирательной комиссии ЕНАО с правом решающего голоса Светлана Климентева. Созыв работал у нас 4 года, было проделано очень много работы, реализованы были социально значимые проекты, также и мероприятия. В итоговом заседании подвели итоги, поблагодарили старших товарищей и тех, кто работал более плодотворно. Кроме того, на итоговом заседании подвели итоги конкурса «Моя законодательная инициатива», объявленный законодательным собранием ЕНАО. В число лучших работ вошел и проект законодательной инициативы от заместителя председателя молодежного парламента Ивана Зизганова. Идея заключается в том, чтобы появилась возможность использовать материнский капитал на приобретение жилого участка. То есть сейчас законодательство не предусматривает такого права, имеется только право под строительство, а, как говорится, что построить, если нет у тебя земельного участка. В Ямальском районе продолжается голосование за проекты уютного Ямала на портале «Живем на севере». До конца голосования осталось совсем немного. Процедура онлайн-выбора проектов жителей поселений района продлится до 10 сентября. В настоящее время по количеству голосов лидирует новый порт. Их проект «Вездной Стеллы» станет хорошим украшением села. Но чтобы проект был реализован, нужно, чтобы более 50% зарегистрированных жителей в данном сельском поселении отдали свои голоса в поддержку инициативы. Сейчас в финальную стадию вышел новый проект «Стелла при въезде села Новый Порт». Если мы сейчас вместе проголосуем за него, то уже в следующем году на этом самом месте будет установлена «Стелла». И вместе с Новокурсовским «Вездной Стеллотником» станет нашей визитной карточкой. Давайте поддержим наш проект и проголосуем на портале «Живем на севере». Я уже проголосовал. Оперативное управление Ярсалинской центральной районной больницы получили в пользование две новые машины скорой помощи. Оба транспортных средства относятся к автомобилям категории класса «С». Это неотложки, предназначенные для оказания больным профессиональной помощи. В процессе передвижения врачи могут проводить различные диагностические исследования. Оказывать помощь специалисты могут на месте происшествия. Современное компактное оборудование отличается мобильностью. Ренемобили оборудованы современным оборудованием, таким как аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф. В комплект входят три вида современных носилок – термоодеяло. Установленное оборудование позволит сотрудникам скорой помощи улучшить условия оказания скорой медицинской помощи пациентам. Сами же автомобили сделаны на базе внедорожника «УАЗ» и имеют повышенную проходимость, что в условиях зимника даст возможность выезда в Сюнай-Сале. Стоит отметить, что Ирсалинская ЦРБ вошла в список семи медицинских учреждений округа, в которые поступили подобные неотложки. Ренемобили приобретены на средства резервного фонда правительства Российской Федерации в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Данные автомобили предназначены для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе при жизнеугрожающих состояниях детям, взрослым, беременным женщинам. Несмотря на ограничения и особые требования, в районном центре прошло празднование юбилея района и День поселка. Празднование совпало и с юбилеем Ямала-Ненецкого автономного округа. Ямалу также исполняется 90 лет. К этому событию готовились на протяжении года. Большим подарком для жителей и гостей поселка стала масштабная шоу-программа с участием уже знакомых и приглашенных артистов. Хедлайнером праздничного концерта стала всенародно любимая группа «Любэ». Помимо шоу в различных уголках районного центра проходило множество интересных и красочных мероприятий для детей и взрослых. Парад вертолетов, гонки дронов, показательные выступления гимнастов, танцоров и артистов из разных уголков страны. Все-то и не только глазами наших журналистов в вечернем эфире на ЕТВ в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова